Всем привет! В этом видео хотел бы рассказать, как установить Windows на компьютер. Я буду устанавливать Windows на ноутбук, буду устанавливать Windows 7, но также можно установить Windows 10 и вообще любую версию Windows. В этом видео будут тайм-коды. Я покажу прямо от начала до конца, как все делается. С момента загрузки на флешку вообще, где находить образ Windows и до момента полной установки и активации системы. Ну, активации Windows, да. И давайте начнем. Попробую это все быстро, без воды рассказать. Опять же, по тайм-кодам можете перейти на нужный вам момент, чтобы посмотреть, как делать то или иное действие. Итак, смотрите. Первое, что нам нужно, это компьютер, который работает, и флешка USB. Мы будем через флешку установить Windows. Нам нужно эту флешку сейчас вставить в компьютер. Давайте вставляем. Итак, мы вставили флешку в компьютер. Теперь нам нужно убедиться, что компьютер видит нашу флешку. Для этого нам нужно перейти в этот компьютер или мой компьютер. Как у вас там будет? Вот пуск открываете. Вот здесь у вас будет этот компьютер или мой компьютер, в зависимости от того, как его система. Далее, вот здесь у вас будет, у меня написано флешка, то есть называется. У вас по-английски может как-то называться, не важно. Самое главное то, что у вас появилось новое устройство, и ваш компьютер видит вашу флешку, которую вы вставили. Отлично. Давайте перейдем к загрузке непосредственно самой Windows. Перед тем, как ее загрузить, нам нужно скачать специальный клиент, специальную программку, которая позволяет нам скачивать Windows. Эта программа называется Torrent. Он у вас, возможно, уже есть на компьютере. Для тех, у кого нет, расскажу, как это сделать. В Яндексе пишем Torrent скачать. Переходим по первой же ссылке. Здесь нам предлагают скачать Torrent. На эту кнопочку нажмем, то скачаем, но мы. Лиснем чуть ниже. И вот здесь нажимаем скачать Torrent Classic. Кликаем. У нас тарифы нам предлагаются, мы на это не смотрим, бесплатно нажимаем скачать. И у нас идет скачивание файла. Его мы открываем, нажимаем далее, далее, далее. Устанавливаем программу. У нас достаточно быстро установится. Все. Теперь, когда мы установили уже Torrent, мы идем на сайт. Ссылка на который будет в описании. Так в описании прямо и будет обозначено. То, что сайт с образами Windows. С образами Windows. Здесь просто оригинальные образы, системы, которые вы можете скачать, потом активировать. Достаточно известный сайт repack.me. Вот по этой ссылке вы перейдете в описании и сюда попадаете. Листаем ниже. И мы вот здесь видим много текста, ссылок. Но на самом деле ничего сложного нет. Мы сначала должны определиться, какую Windows мы хотим установить, какую систему. Например, это будет Windows 7 в моем случае, потому что ноутбук слабенький. Десятку он, ну, если потянет, то будет глючить. Поэтому я хочу установить сюда Windows 7. Листаю до Windows 7. И здесь у меня есть всего три варианта. Русская версия, английская, украинская версия. Я хочу установить русскую версию. Поэтому вот по этой ссылке я кликаю. Я просто кликаю по ней. Вверху у меня спрашивают открыть эту ссылку в приложении Torrent. Вот вспоминайте, это приложение, которое мы только что установили. Я нажимаю открыть приложение Torrent. И у меня вот перекидывает меня в это приложение. Вот такой мне выбор дает. Первое, что нам нужно сделать, вот здесь справа, нажать снять выбор. У нас снимется, потому что нам не нужно так много Windows скачать. Нам из этого всего нужно выбрать всего одно. Сейчас расскажу, как нам выбрать. Это не сложно совершенно. Не надо думать, что здесь много букв, цифр и все сложно. Нам нужно выбрать, какую версию мы будем скачивать. Смотрите. Здесь написано RU, Windows 7. Это наша версия Windows. Она везде одинаковая. Дальше написано Home, Professional, Start, Starter, Ultimate. То есть мы среди этих версий должны найти то, что мы хотим установить. То есть профессиональная версия, домашняя версия, максимальная версия и стартовая версия. Здесь мы... То есть просто в Windows 7, например, он различается. В зависимости от того, сколько возможностей есть в Windows. На самом деле я рекомендую вам просто не заморачиваться устанавливать именно Ultimate. Версию вот эту максимальную. То есть нам вот нужно... У нас теперь Ultimate есть две. Всего два файла. То есть вот эти все нам не нужны. Нам нужны всего эти два файла. Но какой из них скачать? Здесь у них все одинаковое, только отличается одним. Здесь написано X64 и X86. Что это такое? Это разрядность системы. Чтобы вам не вникать в это все, я вам просто скажу. Если у вас оперативной памяти меньше 4 гигабайт, то есть там 3, 2, 1, то вы устанавливаете версию 86, X86. Если у вас оперативная память 4 гигабайта и выше, то есть 4, 5, 16, вы устанавливаете X64. Как узнать, сколько у вас оперативной памяти? Вы можете на своем компьютере, на котором вы переустанавливаете Windows, также зайти в этот компьютер, мой компьютер, нажать правой кнопкой мыши, свойства, и у вас вот здесь высветится установленная память ОЗУ. Это как раз-таки оперативная память. У меня здесь 8 гигабайт. Значит, вы должны также сделать на компьютере, на который вы будете устанавливать Windows. То есть вы именно на нем смотрите. То есть у меня на этом компьютере как раз, наверное, 4 гигабайта, поэтому я буду устанавливать версию 64, X64. Отмечаю галочкой. Все, больше мне здесь ничего не нужно делать, я нажимаю кнопку ОК. А, внимание, вот здесь сначала посмотрите, сохранить в... Здесь вы должны выбрать, куда у вас сохранится файл. Ну, давайте я, например, выберу, чтобы у меня он сохранился, локальный диск D. И у меня есть папка, например, торрент. Вот сюда, выбор папки. То есть он у меня сохранится вот сюда. В этой папке создастся папка с вот таким именем. Здесь нажимаем просто ОК, так как мы здесь уже выбрали, да? Нажимаем кнопку ОК. Все. У нас идет скачивание нашей системы. Вот здесь показывается процент загрузки. Естественно, нам нужно подождать, пока загрузится до 100%. Здесь показывается скорость загрузки. Мегабайт в секунду. Поэтому мы сейчас просто ждем. Я думаю, это не займет много времени. И вернемся, когда загрузка закончится. Итак, значит, смотрите. Завершается наша загрузка. Все, завершилась загрузка. У вас тоже так может пропасть просто раз, и пропала загрузка. Что делать? Вот здесь слева есть вкладка «Раздаются» или «Завершены». Неважно, вкладки в принципе. И там, и там у вас будет вот эта ваша система, которую вы скачали. У меня это Windows 7. Нам теперь нужно ее установить на нашу флешку. Что мы делаем? Переходим в браузер. Вот он. Возвращаемся обратно сюда. Здесь у нас все наши открытые вкладки. Нам нужно перейти на новый сайт. Ссылка тоже будет под этим видео. Так и будет называться. Программа для установки Windows на флешку. Программа называется «Rufus». Вы попадаете в описании под этим видео, переходите по ссылке. Попадаете вот по этой ссылке, переходите, попадаете на сайт вот этой программы. Ниже листаем. И мы видим «Скачать», «Последнее обновление». И вот здесь будет написано «Rufus». У меня написано 3.13. У вас может быть написано другая версия. Например, там 3.15. Потому что уже более новая версия. Но все будет точно так же. По интерфейсу программы идентичные. Так что у вас будет только новая версия. Так что только лучше. Нажимаем вот здесь на «Rufus». У нас скачивается он. И вот здесь появляется. Если у вас браузер «Яндекс.Браузер», то у вас он появится вот здесь, справа вверху. Файлик, который вы скачиваете. Ну, я думаю, вы знаете, да, где файлик находится в браузере скаченный. Нажимаете один раз на эту программу, левая кнопка мыши. У вас открывается вот такая программка. Она сразу же уже ее устанавливать не надо. Она уже установлена. Что нам здесь нужно выбрать? Во-первых, устройство. У нас здесь по умолчанию стоит наша флешка, которая у вас вставлена. Нажмем сюда и посмотрим, что убедимся, что у нас всего одна флешка. И мы выбрали именно ту, на которую нам нужно установить нашу систему. Далее. Здесь мы все оставляем то же самое. И здесь нажимаем на кнопочку «Выбрать», чтобы выбрать ту систему, которую будем устанавливать на флешку. Нажимаем «Выбрать». Теперь нам нужно пройти по тому пути, куда мы скачивали наш Windows. То есть помните, я вам говорил, что обратите внимание, куда вы его скачиваете. Я скачивал на диск D, программу «Торрент», и вот он мой Windows. Нажимаю «Открыть». Здесь вот есть как раз таки, в этой папке есть уже образ с Windows. Ну, то есть как раз тот файл, который мы скачиваем. Нажимаем «Открыть». Еще раз. Все. Он у нас вот здесь появляется. Далее. Что нам нужно еще здесь по настройкам? Нажать. Не обращайте внимания, опять же, что много настроек. Все легко делается. Мы ничего здесь не нажимаем. Тут есть разные пункты, которые там нужны для решения, когда уже возникают какие-то проблемы с установкой. Мы ничего не будем делать. Мы просто вот нажали «Выбрать», по сути, да, и все. И теперь нажимаем «Старт». Внимание, да, у нас отформатируется флешка наша. Все файлы удалятся, которые на ней были. И туда уже установится Windows. Она станет загрузочной флешкой. Смотрите, у нас выскакивает предупреждение, как раз, что я сейчас сказал. То, что все данные на диске будут уничтожены. Чтобы продолжить, нажмите «Ок». Для выхода нажмите «Отмена». Нажимаем «Ок». Идет удаление разделов, форматирование, создание файловой системы. Все вот эти вот сложные штуки, которые нам, по сути, даже не нужно в них вникать, чтобы установить Windows. Нам просто нужно следовать этим шагам. Не обращать внимания на много букв, цифр и всего такого. Теперь нам нужно подождать, пока вот здесь эта полосочка дойдет до конца. Ну что ж, мы видим то, что загрузка на флешку образа Windows завершена. Написано «Готов». Теперь мы нажимаем «Закрыть» и нам нужно вытащить флешку. Но мы ее вытаскиваем не просто, а через безопасное извлечение, чтобы все файлы точно сохранились. Итак, у нас с вами есть вот эта флешка, на которую мы записали образ Windows. И теперь мы ее вставляем в непосредственно наш компьютер или ноутбук, как в моем случае, на котором будем устанавливать Windows. Вставляем эту флешку. Он у нас сейчас выключен. Теперь нам нужно включать его и нажимать на определенную клавишу. Вот таким образом, для того, чтобы войти в BIOS. У меня есть видео уже на канале о том, как заходить в BIOS, но я вам здесь тоже кратко расскажу. Смотрите, есть всего четыре основных клавиши, по которым вы можете войти в BIOS. Это клавиши «Delete». Давайте покажу это поближе. Чтобы вам было понятно. Вот она. Клавиша «Delete». Вот так она выглядит. Это клавиша «F12», иногда даже «F11». Это клавиша «F2». И клавиша «Tab». Это основные клавиши, на которые мы будем нажимать при включении компьютера, чтобы войти в BIOS. Звучит сложно. На практике все достаточно легко. И просто на каждом компьютере по разной клавише входится в BIOS. На этом компьютере, смотрите, вы можете узнать, по какой клавише войти в BIOS. Для этого включаем компьютер или ноутбук. И можем нажимать вот так вот «Delete», например, клавишу. Но у меня здесь написано «F2 for setup». Значит, нажимаем «F2». Все. Вот уже нажал и сразу же перекинул меня в BIOS. То есть, при включении у вас будет… Можете на паузу поставить видео или назад перемотать и посмотреть, что у меня там написано «F2 for setup». То есть, нажмите… Компьютер сам подсказывает, нажмите на эту клавишу, чтобы у вас открылось то или это меню. У меня в данном случае написано «F2». Я нажал на клавишу «F2» и меня сюда перекинуло. Вот так выглядит BIOS. На новых версиях BIOS он может выглядеть чуть по-другому. Далее. Нам нужно найти раздел «Boot». «Boot» как раз-таки в переводе с английского означает «загрузка». Нам нужно перейти в «Boot». Вообще, зачем мы перешли в BIOS? Для того, чтобы наша установка началась с флешки. Когда загружается наш компьютер, чтобы он первое, что прочитало, это нашу флешку. Заходим в «Boot» и здесь находим «Boot Device Priority». Если у вас выглядит вот так BIOS, то именно вот сюда мы и нажимаем. «Boot» – «Boot Device Priority». Здесь клавиши влево, вправо, вот прямо на клавиатуре нажимаем. Будем восприорить, нажимаем «Inter». Далее, смотрите, у нас список устройств по очередности устройства, какие будут загружаться. Сначала у нас вот это устройство загружается, USB, потом CD, потом HDD. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно разбираться, что это за устройство. Опять же, все не так сложно. Нам всего лишь нужно USB перенести в самый верх. Оно у меня уже есть в самом верху, но я вам покажу просто, как это делается. Если вдруг у вас вот USB не в самом верху. Смотрите, здесь написано «Change values», то есть поменять параметр, поменять значение. F5, F6. Нажимаем на кнопку F5. Видите, что меняется? И F6. То есть на F5 у нас тот параметр, на котором мы сейчас находимся. То есть сейчас у нас выбрано USB. Видите, вот мы можем переключаться на клавишу вверх-вниз. USB сейчас выбрано. С помощью F5 мы опускаем вниз, с помощью F6 мы поднимаем вверх. Нам надо поднять в самый верх. Подняли на первое место нашу флешку USB. То есть она будет в первую очередь загружаться. Это порядок загрузки. Далее нам нужно все это теперь сохранить. Чтобы нам сохранить, читаем опять же внизу подсказки. Внизу написано все просто на английском языке, поэтому вам может быть непонятно. Но с помощью даже Google-переводчика вы можете перевести все, что здесь написано. Написано Save and Exit. F10. То есть нажмите клавишу F10, чтобы сохранить и выйти. Нажимаем F10. Пишет, вы хотите сохранить настройки и выйти сейчас. Мы нажимаем Enter. То есть Yes. Далее идет перезагрузка системы с примененными нами настройками. Соответственно флешка в первую очередь, информация прочитается с нее. Видите, идет Windows is loading files. Переводим на русский. Windows загружает файлы. То есть загрузка файлов Windows. Нам нужно дождаться, пока вот эта полоска дойдет до конца. То есть видите, ничего сложного здесь нет. Мы всегда отсеиваем ненужную информацию и сосредотачиваемся на том, что нам действительно сейчас важно. Как правило, это всего одна-две кнопки. Ничего сложного в установке Windows нет. Далее. У нас идет такая загрузка. Здесь, так как у меня Windows 7, у меня Windows 7. Если у вас Windows 10, то у вас чуть по-другому будет выглядеть. Но принцип тот же самый. Нам сначала предлагают выбрать язык. Естественно, потому что это важно для установки. Нажимаем Далее. Нажимаем Установить. Начало установки. Сейчас происходит копирование остальных файлов, которые требуются для установки Windows. В зависимости от того, насколько у вас мощный ноутбук или компьютер, будет у вас установка либо быстрая, либо медленная. Здесь нам нужно принять условия лицензии. Нажимаем уже Далее. И здесь, внимание, нам нужно выбрать на Windows 10 то же самое. Если вы установите Windows 10, у вас будет спрашивать либо обновление, либо полная установка. Обновление – это когда вы обновляете Windows, но у вас сохранятся файлы, параметры и программы. Но если вы переустановите систему, я рекомендую выбрать именно полную установку. Да, у вас удалятся файлы на диске C, например, но зато у вас будет чистая версия Windows, в которой не будет старых файлов, при том старые вирусы, например, или какие-то программы, засорявшие ваш компьютер, тоже могут сохраниться, если выберите обновление. Поэтому выбираем полную установку. Здесь у нас высвечивают наши жесткие диски, которые мы тоже можем настроить. Очень важно. Вот здесь нажимаем «Настройка диска», и у нас есть раздел «Всего один». То есть у нас, по сути, диск C только есть. Здесь он не обозначается как диск C, написано просто «Раздел 1». Если вам не жалко файлов на вашем компьютере, и вы готовы удалить все файлы с вашего компьютера, то вы можете проделать следующую операцию, как сейчас проделаю я. Нажимаете «Удалить», «Ок». У вас ваш диск 1 перебинтнулся в незанятое место на диске. Нажимаем, кликаем по этому незанятому месту, нажимаем «Создать» и вписываем сколько... То есть мы создаем жесткий диск. Вот у вас есть диск C, диск D в моем компьютере. Мы сейчас создаем этот первый диск C. Сколько он будет весить? Смотрите, всего 232 гигабайт. Здесь мы пишем размер в мегабайтах. Соответственно, в одном гигабайте 1000 мегабайт. Здесь мы вписываем в мегабайтах. Например, на одном диске, на диске C я хочу, чтобы у меня было достаточное количество гигабайт. Поэтому выберу, например, 150. Сейчас все это удалю. Выберу 150 гигабайт. Соответственно, мне надо еще три нолика, 150 тысяч мегабайт. Нажимаю «Применить». Окей. Вообще, для установки Windows 7 вы можете выбирать 100 гигабайт. Для установки Windows 10 тоже 100, 110 гигабайт вам хватит. Итак, смотрите, что мы сделали. Мы создали диск C с объемом 150 гигабайт. У нас осталось наше незанятое место на диске. Остаток, да? Также создался диск C. Вот раздел 2 он называется. И также создался еще какой-то непонятный диск. 100 мегабайт. Это резервная копия для системы. Не резервная копия, а так сказать, для таких важных системных файлов. Создался диск, который он не будет вам виден. Просто на это не обращайте внимания. Нам нужно наше незанятое место на диске чем-то занять. Мы еще раз на него нажимаем, нажимаем создать. Здесь мы уже ничего не меняем. Оставляем, например, все количество мегабайт. Это будет наш диск D. Нажимаем применить. Я надеюсь, здесь я все понятно рассказываю. Здесь нам нужно... Вот у нас есть... Видим раздел 1. Мы его игнорируем, потому что здесь написано система. Значит, и зарезервирована система. Здесь всего 100 мегабайт. Он небольшой, сюда, соответственно, ничего установить нельзя. Он у нас будет невидимый, так что его мы игнорируем. Раздел 2. Это будет наш диск C. Раздел 3. Это будет наш диск D. Просто по номерам запоминаем. То, что первый у нас раздел идет диск C, второй диск D. Внимание. Вот здесь, на этом этапе, нам нужно отформатировать наш диск D, если мы вот так делали. Потому что, если вы делали вот как я. Отформатировать, соответственно, все удалится. Но зато у нас диск D будет доступен. Если мы сейчас не сделаем форматирование, то потом мы просто не найдем наш диск в моем компьютере. Нажимаем форматировать. Нажимаем ОК. Далее переходим в наш диск C. Здесь нажимаем Далее. Он у нас автоматически отформатируется, поэтому здесь нет необходимости нажимать кнопку форматировать. Здесь вы можете, например, если вы хотите увеличить количество гигабайт, нажать удалить и удалить этот диск D, например, и выделить ему меньшее количество гигабайт, например, создать еще один диск. Ну, то есть, здесь вы прям можете работать с дисками благодаря вот этим всем параметрам. Но мы здесь должны в конце концов, вот мы все уже насоздавали, да, вот можете сделать просто как я и не заморачиваться. Нам нужно выбрать, куда будет устанавливаться Windows наш. Мы выбираем, соответственно, диск C, правильно? В Windows должен быть установлен на диске C, который мы и первый создали. То есть, мы должны установить Windows на первый диск, который мы создали. Мы создали вот этот первый диск, раздел 2, поэтому мы на него нажимаем и нажимаем кнопку Далее. Теперь у нас идет копирование файла в Windows, потом будет распаковка файла в Windows, установка компонентов, обновление и завершение установки. Мы просто ждем, пока у нас идет распаковка файлов. Обычно копирование, да, у нас сразу ставится под галочку, потому что копировать нам, в принципе, нечего. Мы устанавливаем уже с флешки. На флешке уже все эти файлы есть. Нам нужно их только распаковать, и потом, соответственно, они, в принципе, уже в распакованном формате, можно ими пользоваться. Соответственно, сейчас нам ничего не нужно делать. Нам просто нужно сидеть и ждать, или пойти просто попить кофе. Я вернусь, когда у меня на компьютере, на экране что-то появится, да, у вас он может, компьютер, несколько раз перезагрузиться. На это не обращайте внимания. Он сам перезагрузится, сам продолжит. Продолжит. Дальше распаковку вы просто это игнорируете до тех пор, пока у вас не появится следующее окошко. Вот такой еще момент, когда высвечивается количество секунд, то, что Windows будет перезагружен. Не волнуйтесь, он перезагрузится. Ничего не нажимайте. Опять начнется загрузка файлов и продолжится установка Windows с того места, на котором она остановилась. Такой еще момент, если у вас после перезагрузки системы опять выдало начальное окно установки Windows, опять выбор языка, это значит, что у вас, скорее всего, просто старая версия BIOS, и вам нужно проделать следующие действия. Вы просто, можно сделать такой достаточно радикальный метод, это вытащить флешку и перезагрузить компьютер. Потому что все файлы у вас уже скопировались на компьютер, и флешка вам, в принципе, больше не нужна. Так, можно перезагрузить его следующим образом, на прозакрытии это окно. Нажать «Да». И сейчас мы увидим, что компьютер перезагружается. И теперь у нас идет установка Windows, как раз-таки продолжение нашей установки. Если у вас компьютер просто перезагрузился с флешкой, и вот такое окошко высветило, значит, у вас вообще, вам ничего не нужно делать, у вас все продолжит само устанавливаться дальше. Вот на этом моменте я тоже посчитаю важным остановиться и сказать. Очень многие переживают о том, что у них вот здесь завершение установки, и ничего не происходит, ничего не меняется долгое время. Что делать? Смотрите, вот здесь внизу, особенно при установке Windows 7, вот именно это происходит. Вот здесь внизу есть зеленая полосочка. Она должна дойти вот здесь до конца. Поэтому вы не волнуйтесь, она может не быстро идти. У вас, если компьютер слабый, то она будет еще продолжительное время, может полчаса, может там 40 минут, час у кого-то. Но в тот или иной момент она дойдет до конца. Поэтому вы просто ждите и не переживайте. Бывают случаи, когда вообще по полтора-два часа вот эта полосочка доходит до конца. Но в итоге она, конечно же, доходит, все нормально. Итак, основная установка системы завершена. И теперь нам компьютер предлагает ввести имя пользователя и имя компьютера. Имя пользователя, например, просто введем ноутбук или можете ввести свое имя и нажимаем далее. Имя компьютера создается автоматически. Можем не менять. Нажимаем далее. Пароль мы здесь можем задать для нашего пользователя. То есть, чтобы при включении ноутбука компьютера у вас запрашивался пароль. Я пароль не буду задавать. Нажимаю просто далее. Далее здесь нас просят ввести ключ продукта, но мы сейчас не будем активировать систему. Мы ее активируем позже. Снимаем вот здесь галочку. Автоматически активировать Windows при подключении к интернету и нажимаем далее. Здесь автоматически защитить компьютер и улучшить Windows. Нажимаем отложить решение. Далее нам нужно установить время. Уберем, например, автоматический переход на летнее время и установим время, которое сейчас у нас на часах и тоже нажмем кнопку далее. У нас завершается применение параметров. Такие последние изменения. Теперь добро пожаловать. То есть, все, поздравляю вас. Вы установили систему. Вы молодец. Можно, например, корзину перетащить сюда. Чуть-чуть пока что все зависает, потому что еще не все параметры применились. Так, значит, смотрите. Чтобы перенести компьютер на рабочий стол, нажимаем пуск. На компьютер нажимаем правой кнопкой мыши и нажимаем отображать на рабочем столе. Теперь у нас компьютер отображается на рабочем столе. Ну вот и все. Установка Windows завершена. Теперь нам остается установить драйвера, например, или активировать Windows. Но о том, как это сделать, вы можете посмотреть в следующих видео на моем канале. Благо их достаточно много на любой ваш запрос. Спасибо за просмотр. Если видео было для вас полезным, не забывайте поставить ему лайк и подписаться на канал. Тем самым вы можете выразить свою благодарность. Всем удачи. Пока.